теперь нашла коса на камень речь идет на про волшебное средство вот я хотел я никогда не все эти дела но и не пытался мне потом говорят вот это вот ватсапе создана группа создана создали мои друзья вы не имеете права отмолчивать не имеете все раз это в вашем этом создана группа что это остается делать ладно решил прокомментировать там где очень трудно разобраться без пол-литра имеется ввиду не та пол-литра а вот это без этой пол-литра поняли да нет и не поняли я тоже еще не понял я часто делаю так пока буду обещать и сам пойму смотрите итак это критика нашего друга долматого валерия александровича одного из я считаю самых талантливых садоводов россии ну назовем это первая десятка двадцатка вот если вы не проблема которого столкнулся вот из-за которых он вынужден продавать по полторы тысячи за бутылочку вот и наверное все было бы по-другому но жизнь штука страшная смотрим это критика доставка это волшебное средство пол-литровая бутылочка получается тысячи рублей и почему не печь со состава на этикетке а сейчас как-то не совсем понятно учите я на стороне долматого которого ругает как-то не совсем понятно большинство садоводов абсолютно безвозмездно делятся опытом но я надеюсь что у них есть деньги для того чтобы купить хлеба вот я тоже кстати а я что не безвозвездно делюсь хотя тоже бывает считает тогда это до пенсии налоги вроде не платить из продаж еще бы налоги платил тогда бы точно ноги протянул настолько примитивный состав под силу каждому ли откуда известно что он примитивный откуда ну хорошо пусть без пропорции нам должен быть смотрим дальше вот это всех за которого заступать это валерий сандрович вот вот это его состав давайте как можем прочитаем это он мне присылал до залечь его ран при растрескивании коры для закрашивания при обрезке на закрашивание наверное порезов или швов при обрезке плодовых деревьев внимание от пузыра отмогивать грызунов мышей крысь перед употреблением сильно встряхнуть состав вот она черная на нее накинулся вот она продукты нефтепоработки помните я тогда говорил это самым чем-то таким пахнет нефтяным вот продукты природного происхождения вот она эта бутылочка за полторы тысячи дальше дискуссия продолжается насколько долго остается лакмастико на дерево не эстетично как-то ну конечно черный цвет через эти куда-то знаете когда сделать эстетику обскобят все дерево шар сделают пальметы вот обновь все это дохли слова статично здесь не подходит городничен тоже один из наших умнейших мужиков вы извините садоводом вот написал долго держится в курсе да просто поражена балла стоимости и все так завалирован люди по-настоящему люди не делать уже эту бизнес а вы остаетесь без крышек головой а я вас умоляю вот я я не буду их а это самое вот это наверное телефон да вот но даже не скрывает его даже публично высказывается что она по-настоящему любит растения и стала бы продавать помогите надо просто ему вот а так извините я был всей душой на стороне Валерия а что если то и продает что с открытым сердцем доброжелательны бывают тетки на базарах с качеством материалов на толстающим поведением их растения точно не позже появился чего на него накинулось Елена Александровна всякий забрел железо проверил течение большого времени думаю стоит доверять а состав этого открытия как-то не хотелось бы чтобы барыги на этом наживались да и его сразу убрали бы у кого есть деньги на рекламу и продвижение как вы считаете вы бы хотели чтобы вас труп профиле кормил а людей нормальный более того гадости добавить чтобы дешевле было я поручит имя вот теперь так опыт Железова значит мой опыт очень ограничен он мне присылал в свое время несколько бутылочек вот значит я зимою это ноябрь декабрь всегда резал большое количество черенков на того чтобы прививать в своем саду а еще чтобы черенки продать вам рану страшную вот я не говорю что именно это послужило успехом но я срезал сюда однолетние просто причем почти полностью помните сколько я оставляю от природы были от метра до полутора даже до двух ну столько оставлял и получалось уже вот такой вот такая вот как как ноготь страшная рана уже есть вот и я никогда я когда закрашивал я брал кисточку с бутылочки растрахивал там внутри что-то еще звенело вот для того чтобы болтать я выливал баночку удобную и носит кисточка раз и вот эти срезы это я делал что интересно я опыт мой родной я не говорю 1500 дорого или нет вот многие считают что сару сыграли за от одной до двух тысяч очень дорого хотя почему-то предпочитают купить дешевле бутылки водки и считая с тем что сада нет но главное сэкономить при этом при покупке а то что сада не будет это никого никогда не смущало так и тут случилась страшная беда то есть 10-8 лет назад у нас прокатилась страшная эпидемия самое крепкие это яблони уж на 100 абрикосы капризные яблони в персике я уж не говорю через это вообще у нас их на всю сибирь 10 20 30 персиков то и не верьте тем более через что не эти кто продает нам саженцы помните омский питомник саженцы через не продают хоть бы кто-нибудь спросил где они взяли эти самые в общем получалось так что яблони самая надежная вещь даже прекрасная сорта все равно уже все здесь уже давно не замерзать и бахи все это погибло а мой нет я ничего не утверждаю но я-то кисточкой это это а попробуйте вы видите кисточку эту гадость изображение с резким запахом какая-то бактерия а вот вот это еще будет железо но дополнительно что скажу я железо даже если этого не делал или почти видел я разделил все раны на естественные ну-ка давайте только я считаю дурак должен был взять вот это еще вот он но я раньше да и вот это замазать он убил бы дерево я не замазал а это естественно это даже не ранах это нормально развитие дерево но бывает пострашнее и выглядят они как я же но то что природе это случилось я никогда даже с этой кисточкой даже с этим самым бутылочкой я бы не подошел извините не умею рассказывать вы только так умею как на митинге я бы не подошел бы даже но и стоит только ведь когда отрезаешь ветку не обязательно мою вот такую чтобы сохранить ее потом на прививку торец замазать но она может быть вот такой вот такой вот такой бывало то действительно страшная вещь надо отпилить обловилась вот такая ветка обловилась отпилил уже ровненько отпилил и вот этим лакмастик лучшего ничего нет это я хоть и мало пользоваться ну почему мало а потому что у меня таких мало но то что я знаю еще это уникальная вещь она стоит полторы тысячи вот я понимаю для нормальных людей это предельная цена в общем как мог и бессилл я несколько раз в течение разные года я показывал эту баночку я говорю покупайте я давал номер телефона сейчас момент никогда не упущу нам надо поддержать уникального садовода это не лучший период его жизни так бывает вот так 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 сейчас продиктую со своими телефонами просто не успел забыл у нас потом ну завтра 8 919 332 12 19 по разным причинам и повторю 8 919 332 нет ничего вот так по слухам заказывали вставали телефон передавали друг другу я в этом участвовал вот пожалуйста как говорится не суди судим не будешь всего судьбой вы бы не стали меняться я не могу говорить еще я не могу рассказывать его проблем но это то критиковал то поводу очага критиковали никогда свою судьбу себе не поменялись вот так вот по-другому объяснять не умею крысы мыши по запах резки как вы будете делать и может быть кто-то спасет свой сад если тряпочки там набрызгать может как-то пшикает на вот так вот раз тряпочку вокруг штампика чтобы сам не трогать можно укропить сам даже лак мастика если просто вот так массы сейчас выраны искусственно это замазать это это если на этом надо становится но тряпочку вот так вот так вот раз вот и ни одна мышца не полежит все сказал